Вся минувшая неделя прошла под знаком праздника для детей. Поздравили их и представители силовых ведомств в Карачаево-Черкесии. Так, в расположенном микрорайоне Московском учреждение для сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, приехали представители Росгвардии. Подробности в репортаже Артура Мхце. Эта поделка сделана из дисков, ленточек и кристалликов. Сперва была обмотана ленточкой, а потом уже были приклеены алмазы, ленточки и всё такое. На неё у меня ушло два часа. В здании социального учреждения микрорайона Московского открылась выставка изделий ручной работы. Любой желающий мог не только посмотреть на творчество воспитанников детского дома, но и приобрести понравившийся экспонат. Так, представитель регионального управления Росгвардии Виктория Духина оценила вот такую милую поделку. Её авторы сперва методом оригами сделали много фигурок бабочек разных размеров, после чего составили из них оригинальный дамский наряд. Очень красивая картина. Прямо видно, девочки так старались. Замечательно. Я хочу такую картину приобрести. Ну, пожалуйста. Хочет сделать приятное девочкам, а мне на память с удовольствием о ваших детках. Сотрудники силовых ведомств периодически оказывают помощь социальным учреждениям Карачао-Черкесии, участвуют в различных торжественных мероприятиях с воспитанниками детских домов. На этот раз почётные гости поздравили ребят и девочек с международным праздником и привезли подарки. Международный день защиты детей от лица руководства управления Росгвардии по Карачао-Черкесии от себя лично хотел бы выразить слова глубокой признательности и благодарности педагогам, которые отдают всю любовь своим воспитанникам, которые нуждаются в этой любви и заботе, пожелать им крепкого здоровья, дальнейшего процветания, деткам стремления учиться хорошо, становиться прекрасными людьми. Дети в нашем мире – это самая уязвимая и самая незащищённая часть. И хотелось бы нам, взрослым, оградить их от всего – от раннего взросления, от ненужной информации, от войн, от болезней. И поэтому мы работаем в этом направлении. Хочется поблагодарить всех педагогов. Впрочем, воспитанники дома-интерната для детей-сирот и ребят, оставшихся без родительского попечения, не были исключительно в роли получателей подарков. Они организовали для работников силовых ведомств, Министерства образования и районной администрации музыкальное театрализованное представление. Артур Махцера, Силбердиев, Вести Карачао-Черкесия, Удживутинский район.